Как раз идеальное совпадение с тем, что мы хотели показать, о чем хотели бы сказать в этом первом пустыне. Скажу, пожалуйста, и я еще хотела сказать про успехи, что у нас была готовность, что у нас есть много, но гораздо больше вы можете видеть в один сомнодобном патенте, в старом городе, выступить идет еще два дня. По отдельному поратитесь, у вас есть возможность завтра к сезону. Для нужной работы, я и мои коллеги, мы это сделаем, обязательно прям завтра. Имею тебе слово. Приветствую всех. Сегодня я представлю вам книгу, над которой я работал определенное время. А стритфотографией я первоначально начал заниматься, выезжая за границу, и это была такая возможность по возвращению делиться этими впечатлениями, наблюдениями. И по возвращению к Баку было такое чувство, желание это все рассказать, описать. Но, наверное, и в течение следующего рассказа вы тоже увидите. Рассказ не особо мое. Я предпочитаю описывать, делиться впечатлениями, фотографиями. И по возвращению к Баку какое-то время, после вот этих ярких впечатлений, немножко обыденный вот этот сервис города, больше всего моего наблюдения к нему, немного не особо приятное чувство было. И первый момент, чтобы пройти через это, я начал заниматься постелом, где я принимал иностранных людей. И таким образом я слышал новый взгляд, новые наблюдения на этот город. И слушая их, у меня появлялась более яркая кальцинка от человека, который первый раз тут в Баку. И после этого, освежив свое отношение к фотографии, решил взять камеру и присутствовать в этом городе более новым взглядом, без ожидания этого горожанина, что я знаю, что за всем углом, я знаю, где, что, все. А будто бы первый раз. И в течение двух лет мне это очень помогало присутствовать, видеть, что происходит, что меняется. За этот период менялись какие-то уголки, какие-то детали города, которые есть на этой фотографии, и со временем они становились другими. И перейду на некоторые фотографии, которые из этой книги, и через них буду вам говорить, как что было. Самое частое наблюдение, это было, что есть у нас, это вид из окна. И книгу я также начинаю с этих кадров, с теми видами, которые я видел за время, пока работал над этим проектом. Но при этом чаще этот вид из окна, он статичен. И я наблюдал этот город как фильм. И для того, чтобы этот фильм запустился, нужны были персонажи. И вот эти сцены оживали только в те моменты, когда горожане чем-то занимались, что-то происходило в них. И вот это тоже вид, который я видел в течение полутора года. Но самый запомнившийся момент, это то, когда в них работают люди, было какое-то действие. Это, наверное, самый частый вид города, это Бакинская бухта. И во время прогулки по городу я наткнулся на этот интересный угол, который, с одной стороны, привычен, но с другой стороны, он был для меня новым. За этот период я часто для съемок ходил в сторону Баил. Он меня привлекал тем, что это место многоуровневое. И чем выше ты поднимаешься, тем как будто по времени идешь назад или вперед. На первой линии было чувство того, что вот сейчас происходят стройки, новые объекты на улицах. А чем выше по этим подъемам, по этим крутым подъемам поднимался, тем больше как будто попадал в 2000-е, 90-е, вплоть до, думаю, 70-х, 80-х. И еще самые такие моменты были видеть нестандартные ситуации. Всем нам, наверное, знакомо вот это общение с таксистом, когда он через зеркало заднего вида общается с пассажиром. А это получился не совсем тот привычный, привычная дискуссия с появлением вот такого неожиданного объекта, как газовая плита. Это, наверное, один из старых пекарень, которые я знаю, что и в принципе и кафе, который очень долгое время там. И после, как говорил до этого, со временем эти места менялись, и одно из самых статичных мест вот эта пекарня с недавних пор начала уже выглядеть по-другому. И идея этой серии еще в том, чтобы сохранить памятные кадры Баку, в которой мы живем каждый день. А через лет 10-20 обычно предыдущие поколения рассказывают истории, чтобы тут было так, тут в то время, в те годы были эти места. А у меня есть возможность сохранять это кадры. Этот кадр сделан 19 января. при подготовке к 20-му. Я его назвал перфекционист. Вроде бы каждый год это делается, но меня впечатлила та деталь, как они кропотливо все это расставляют, делают. Но, по мне, немножко по-привычному, как-то нестандартно. Это кадр сделан совсем за пару дней, за неделю до карантина. И с целью выйти в максимально самое близкое место было на тот момент, это вот маяк на бульваре, где можно чуть-чуть отдалиться от городской суеты, шума. А спустя пару недель этого было вдоволь. И так вот первые дни этого карантина начали наступать. И, может быть, может, это вот первый чарчамбер. И было интересно, опять же, такую глобальную панику видеть в исполнении местных ребят, Мехадил Шахов, которые по-прежнему здоровались, целовались, просто при этом с маской на лице. Это один из редких таксистов, который именно живет этот свой образ, свой образ жизни. Он каждый день четко на чистой машине ожидает по старинке своих клиентов и не используя все еще эти аппликейшены. И это такой уголок в городе, который остался как будто с 2000-х, с конца 90-х, когда были желтые ТОФАШи такси. Долгое время проект назывался Bakuvian Street Photography. С идеей, с мыслью, что это наблюдающий я, как бакинец, смотрел город чуть на шаг дальше, не вживая свою роль, а наблюдать привычки к культуру города со стороны. Немножко вот с этими мыслями иностранца, который бы приехал, не так, что я знаю этот, с привычными персонажами, а именно пронаблюдать, как это все происходит. И совсем под конец книгу назвал «Музейный Эйтиад Гапусы», выбрав эту книгу обложкой. Это пришлось оттуда. За это время, пока я говорил с иностранцами, я узнал, что помимо привычного въезда через границу по сухопутке или через аэропорт, также есть у нас морской вокзал, который очень близко к городу. И для кого-то, для многих на тот момент, кто путешествовал по Шелковому пути через Казахстан, выезжали в Баку или наоборот. И это создало впечатление того, что это наш город, в какой-то мере есть в нем такая музейная атмосфера. И этот вход, как и начинается книга, начинается с этого морского вокзала, и поэтому называется «Музейный Эйтиад Гапусы». Но при этом, по этим рассказам Каспий был входом, а я будучи горожанином, по мне Каспий – это больше пляж и ботинские деревни, поселки. Тут вот те самые ворота в город, которые сейчас строятся в форме кольца около морского вокзала. Так вот видят в выезжающие, вплывающие в этот город люди. И так я провел свой день. 2019-2020 год. И в итоге поделился этими наблюдениями, впечатлениями в форме книги. Фотокнига для меня была удобна тем, что еще со школьных времен мне больше всего нравились книги. Возможно листать и смотреть фотографии и иллюстрации в ней. И после, на данный момент имея возможность, у меня появилась такая идея сделать книгу абсолютно с фотографиями, где каждый листой его будет видеть свои наблюдения из этого города, свои впечатления. И часть из них вывесили здесь для того, чтобы понаблюдать. За что благодарю. Я рад за эту возможность и F3.7, которые помогали организовать эту выставку, встречу. И книга на данный момент в одном экземпляре. И для того, чтобы произвести копии, сейчас у меня проходит компания. Я отобрал 15 фотографий из книги, которые сейчас на продаже. И каждый, кто приобретет эти фотографии, к Новому году получит какие-то подарки. Благодарю за внимание и... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай. Я очень довольна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня ощущение, что вы показываете тонко. Если вы входит в какой-то приличной для всех красивой, потому что вы слипнул, вы привлечетесь на красивую, вы обоих портите. Это наблюдение, опять же, с того периода, когда я слушал от посетителей города новые детали, новые уголки в городе, потому что, приезжая сюда, мы им рассказываем привычные достопримечательности города, где вкусно кормят, где интересно что-то есть посмотреть, увидеть, здесь историческое что-то. Но те люди, на которых я натыкался, были такими заядлыми путешественниками, которые искали что-то помимо того, что можно найти в Google. И после вечера они рассказывали за чашкой чая, что они нашли, что они увидели. И это мне помогало смотреть, вычесть из головы достопримечательности города и смотреть на него, видеть достопримечательность в обыденных уголках, в привычных местах. И второе, это был тот момент, что я абстрагировался от того атипичных ботинцев, которые мы каждый день видели, а смотрел на них без ожидания, как персонажей фильма. И тогда они теряли свою предсказуемость, и появлялись вот такие неожиданные детали, неожиданные сцены. Так вот я пронапридал. Сколько стоит фотографии? 100 мл. 20 левика? Каждое. 20? Да. В течение месяца. До конца сцентра. И мы только реагировали люди, которые переграпировали на ваших юмках. На самом деле они были самыми интересными. Первый момент, когда вот эта привычная реакция на камеру, что почему снимаешь, и если это место под ожиданием сноса или чуть-чуть постарее, они думали, что я документирую для сноса. А были такие, которые с неожиданием того, что их могут отфотографировать, они могут вызвать интерес кого-то, немножко с таким вопросом задавали, что начать и все. И когда я говорил им, что это для будущих поколений, что когда-то через лет 20-30 тебя на этой фотографии найдут твои внуки, ты останешься как персонаж этого города. И вот таким образом разговор становился на оптимистичный лад. И они начинали больше уже спрашивать о моем интересе фотографии. Но первый момент, вот этот смотрящийся как агрессивный вопрос, зачем снимаешь. Со временем оказалось, что это больше от недоумеваний, это от незнания, с чего это оказывается у меня фотографировали. И самое жесткое, когда кадры появлялись. Первое время, первые месяцы я часто ругал себя в те моменты, когда забывал камеру. И спустя какое-то время, даже уже за хлебом выходил с камерой, что я не могу упустить какой-то кадр. И, не знаю, первое время, наверное, часто для того, чтобы тряснить или понять, что без камера никак, они появлялись. И мне приходилось запоминать. И потом месяц-два с каким-то ожиданием ходить, что-то такое повторилось, чтобы это переснять. А часто бывает, когда вы не открываете, включите камеры? Вначале было, но со временем это уже... Да, это уже начало происходить на автомате. И даже, то есть, под конец проекта было такое чувство, как будто включалась интуиция. И когда какой-то объект, цифры, символы на них натыкался, я точно знал, что перебрать камеру или потом будет железо. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.